Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня мы с вами продолжаем знакомство с методами электронной микроскопии в приложении к биологическим объектам. И сегодня мы более подробно поговорим с вами о сканирующей электронной микроскопии. Конечно, в биологии она применяется значительно реже, чем просвечивающей электронной микроскопии, которую мы с вами разобрали на прошлой лекции. Но, тем не менее, у нее есть ряд достоинств, которые другие методы нам не позволяют получить. И мы должны будем сегодня, как всегда, обсудить, начать разговор с оптической системы такого сканирующего или, как он назывался раньше, растрового электронного микроскопа. Поговорить о достоинствах сканирующей электронной микроскопии, где этот метод может привиняться и какие у него есть особенности. Также, так как теперь мы сможем детектировать те электроны, которые находятся сверху нашего образца, при попадании на него пучка электронов, то мы можем зарегистрировать достаточно большое количество различных процессов. Это и обратно рассеянные электроны, это и вторичные электроны, это и рентгеновское излучение, то есть энергодиспенсионный, например, анализ можно сделать или волноводиспенсионный анализ, который позволит нам элементный состав определить и много других вариантов. Таким образом, на сканирующий микроскоп может быть помещено достаточно большое количество разнообразных детекторов. И поговорим мы о трех методах. Мы поговорим о топографическом контрасте, мы поговорим о композиционном контрасте, о элементном микроанализе. Биология применяется достаточно ограниченно, но, тем не менее, нужно его упомянуть. Также мы поговорим более подробно о проподготовке биологических объектов сканирующей электронной микроскопии. По проподготовке к просветящей микроскопии у нас будет отдельная лекция. Для сканирующей она сильно проще, поэтому мы на ней сможем остановиться здесь же. И в качестве проподготовки мы поговорим о напылении, то есть покрытии наших образцов тонкопроводящей пленкой металлов, например. И поговорим о методе, каким образом можем сохранить структуру образца при высушивании его. Понятно, что образец в колонне нашего микроскопа будет находиться под вакуумом. И, соответственно, если там будет вода, то при обычной комнатной температуре эта вода, естественно, будет закипать. И образец у нас будет при этом явно геометрически как-то искажаться, портиться. Поэтому можно будет поговорить о методах сушки такого образца. При этом проблема сушки здесь тоже очевидна. Представьте себе, например, виноград и получившийся из него изюм. Все, что произошло, мы высушили этот виноград в условиях, скажем так, медленной сушки достаточно. Почему виноград у нас так вот сморщился? Почему изюм у нас стал таким вот ребристым? Дело в том, что одна из сил, которая здесь действует, это сила поверхностного натяжения. Та сила, которая позволяет клопу водомерки, скажем, не проваливаться под воду. Но в микромасштабах эта сила очень-очень-очень сильная. И когда у нас вода высыхает, то она стягивает на себя все клеточные структуры и, соответственно, вот таким образом портит нам общую внешнюю поверхность образца. Поэтому нам придется поговорить о специальных методах сушки образца, которые не будут приводить к геометрическим искажениям. Ну и прежде всего нам нужно, естественно, начать с оптической системы такого микроскопа. Как всегда, у нас есть некий источник, в данном случае, электронов. И это совершенно не обязательно должна быть полевая пушка, хотя сейчас все больше и больше используется именно система с полевой пушкой. Но, тем не менее, в принципе, может быть и обычная вольфрамовая нитка, которая, соответственно, за счет эффекта термоэмиссии будет преодолевать работу выхода электронов. И мы получим с вами возможность выхода этих электронов в вакуум. После этого у нас есть, как минимум, две линзы, а некоторые микроскопы славятся тем, что пинтовали использование трех, четырех и далее линз, которые можно назвать конденсором. Минейкий аналог C1 и C2 линз, которые у нас были у микроскопа просвечивающего. И задача этих линз очень простая. Формировать как можно более маленький пучок, как можно более остро направленный зонт, который мы теперь можем сканировать поверхность нашего объекта. И получается, в каждый момент времени такой вариант микроскопии позволяет нам наблюдать взаимодействие пучка электронов с образцом в какой-то очень маленькой ограниченной точечке. И дальше мы можем смотреть на все события, которые в этой точке будут происходить. Будут ли это электроны обратно рассеянные, упруго, будут ли это вторичные электроны, соответственно, это неупругое рассеянное, будут ли это какие-то другие взаимодействия. Ну и понятно, что теперь мы могли с вами по нашему образцу ходить по-большому. Нам нужно каким-то образом иметь возможность передвигать наш зонт, вот этот вот пучок. И, конечно, можно было бы двигать наш объект, что, конечно, не очень удобно, особенно на маленькие расстояния. Либо мы можем добавить сюда еще две катушки, так называемые сканирующие, которые будут наклонять этот пучок. Таким образом, мы можем сканировать теперь наш объект точка за точкой. Понятно, что чем меньше размер нашего пучка, чем более плотно мы можем сфокусировать, тем лучше будет разрешение микроскопа. Потому что здесь разрешение микроскопа будет зависеть от нескольких факторов. И первый из этих факторов – это размер этого конечного пучка, который мы с вами можем на наш объект направить. Чем он меньше, тем понятно, что мы можем просканировать наш объект с меньшим шагом и получить большее разрешение. Ну и, естественно, нам нужен столик с держателем, который будет помещаться в наш объект. Он, естественно, должен быть заземлен, потому что иначе у нас будут на нашем образце накапливаться заряд. И таким образом, в принципе, вот вся схема. В реальности микроскоп выглядит чуть более интересным образом. Да, вот эта колонна наша здесь спрятана, все, что касается вот этой части до образца. Вот камера, куда мы помещаем дальше наш образец. Как видите, здесь очень много различных детекторов. Видеокамера, которая позволяет нам увидеть, что там происходит. Детектор для обратно рассеянных электронов. Детектор для вторичных электронов. Детектор для вторичных электронов, но под маленьким, под плохим вакуумом, когда нужно нам заряд убрать. И много другого. В принципе, иногда сканирующий микроскоп выглядит, как такой ежик, в который в каждый возможный порт добавлен какой-то дополнительный детектор. Ну, собственно говоря, начнем мы с того, что поговорим, для чего нам нужен сканирующий электронный микроскоп. Дело в том, что в биологии мы не всегда можем приготовить тонкие срезы наших образцов. Вполне возможно, нас может интересовать их общая форма. Например, форма бактерий, форма наших клеток при каких-то взаимодействиях, форма организмов целых. И в этом отношении сканирующий микроскоп интересен тем, что он позволяет в очень широких пределах менять увеличение. Для некоторых микроскопов вы можете иметь увеличение от одного крата, понятно, что это то, что изображается уже на экране, конечно же, до достаточно больших значений, например, 500 тысяч крат. И разрешение у современных микроскопов, если, конечно, не говорить о биологических образцах, тут есть свои сложности, может достигать меньше одного нанометра. И первое достоинство, которое мы здесь видим, это возможность вот такого широкого регулировки увеличений. А второе достоинство – это очень большая глубина фокуса. Ведь дело в том, что мы сканируем наш образец очень тонко, с фокусированным пучком. И если этот пучок будет попадать на объект, который расположен чуть выше, чуть ниже фокуса, размер этого нашего пучка от этого сильно меняться не будет. У нас под острым углом идет. И получается тогда, что мы можем с вами одинаково хорошо, резко видеть, как объекты, находящиеся, скажем, для нашего образца очень высоко, так и очень низко. Здесь дана мерная шкала 200 микрон. Ну и объект, как видите, лежит практически по направлению от нас. То есть, наверное, где-то около 20 микрон. Разница между вот этой верхней точкой и вот этой точкой по глубине. Но, как видите, все эти 20 микрон мы видим в фокусе. Ну а теперь представьте себе обычный оптический, например, микроскоп. Или если кто-то макрофотографией занимается, макросъемку, чтобы у вас настолько хорошо по глубине сохранялась резкость вашего изображения. Понятно, что в данном случае, конечно, это такое хорошее достоинство нашего сканирующего электронного микроскопа. Ну и второе достоинство, да, мы уже говорили, возможность очень сильно менять вот это вот увеличение и от объекта такого размера перейти, например, вот к такому увеличенному изображению и даже больше. Еще одним важным достоинством является то, что мы можем с вами регистрировать много различных событий. Мы можем с вами смотреть как на изменение количества генерируемых вторичных электронов, то есть то, что мы можем называть условно говоря неупругим рассеянием, так и на количество, скажем, обратно рассеянных электронов. А также посмотрите, что еще мы могли бы в принципе здесь увидеть. Для некоторых, больше материаловеческих, конечно, вещей мы могли бы с вами регистрировать еще ожи электроны. Мы можем регистрировать с вами рентгеновское излучение, причем как тормозное, которое вас не очень интересует, так и специфическое, которое позволит нам уже говорить об элементном составе нашего образца. Ну и также может быть сюда добавлено очень много дополнительных всяких вещей. Например, может быть добавлен масс-спектрометр, может быть добавлена катодолюминесценция, может быть добавлено, ну дальше количество детекторов здесь зависит только от того, что вы хотите увидеть. В биологии в основном мы будем пользоваться двумя детекторами. Это детектор обратно рассеянных электронов и детектор вторичных электронов. Что это такое? Давайте вспоминать. Первичные обратно рассеянные электроны это те, которые эластично взаимодействовали с нашим образцом, то есть потеря энергии у них очень маленькая, условно говоря упругое рассеяние, но изменили свое направление практически направимо противоположное. И детектором для них будет являться, если мы теперь посмотрим на то, что находится внутри нашего микроскопа, туда, куда мы ставим вот на этом столике образец. Это последняя линза, используемый наконечник этой линзы. И вот посмотрите, на ней находится вот такое вот колечко, покрытое материалом, владающим свойством катодолюминесценции. Если на этот материал попадает электрон, то этот материал начинает светиться. Ну и дальше мы можем использовать фотоумножитель, чтобы это свет зарегистрировать. Не буду вдаваться в подробности, но на самом деле сейчас чаще уже используются полупроводниковые детекторы, которые позволяют нам избежать использования фотоумножителя, хотя до сих пор в некоторых случаях использование вот такой системы с с интеллятором фотоумножителем наиболее удобно. Понятно, что если у нас теперь произошло взаимодействие электрона с нашим каким-то образцом, который здесь находится, и если у нас получились обратно рассеянные электроны, большой энергии, они будут лететь в том числе и в этом направлении, и конечно же их энергии хватит, чтобы этот с интеллятор заставить светиться, зарегистрировать этот свет и увидеть наш образец в таком виде. Смотрите, здесь различия образца нам видны в качестве того, из каких элементов он состоит. Понятно, что чем более легкий элемент, тем меньше будет количество обратно рассеянных электронов. У него ядро просто очень маленькое и малозаряженное. Чем более тяжелый элемент мы возьмем, не знаю, например, там свинец, уран, тем у него ядро соответственно больше, и шанс генерации обратно рассеянных электронов резко возрастает. Таким образом, то, что мы здесь видим в качестве контраста, это контраст по так называемому Z-номеру, то есть по позиции в таблице элементов в Менделеевской периодической системе. Также этот контраст будет называться композиционным контрастом, то есть композиции, то есть чего наши образцы состоят. А второй вид контраста, который мы здесь с вами сможем увидеть, это детектор вторичных электронов. На самом деле мы будем регистрировать, когда дальше увидим электроны, не только которые возникли на образце. Дело в том, что, например, обратно рассеянный электрон у нас может удариться в какую-то металлическую часть нашей камеры. И здесь могут начать генерироваться тоже вторичные электроны. Поэтому детектор такой достаточно шумный. И вторая проблема, у нас электроны, которые будут генерироваться в качестве вторичных, будут иметь очень небольшие скорости. С одной стороны это, конечно, плюс, с другой стороны понятно, что даже если такой электрон будет попадать на какой-то детектор, вполне возможно сцентиляция, то есть его свечения, то в общем-то и не будет, и зарегистрировать их сложно. Как вышли из этого положения, из этой ситуации? Придумали так называемый детектор Эвернхарта Торнлия. Что он из себя представляет? Сеточка под большим положительным смещающим напряжением. Из-за этой сеточки точно так же расположен диск со сцентилятором. Что происходит? В камере создается градиент электрического поля. И если электроны в этот градиент попадают, они начинают ускоряться в сторону этой сеточки. Так как сеточка не прикрывает целиком всю площадь, то электрон, добравшись до сеточки, имеет уже очень большую скорость. И теперь он просто, проходя через нее, сохраняя эту часть скорости, ударяется с сцентилятора, мы можем его зарегистрировать. Если у нас какой-то электрон летит быстро достаточно, как первичный, то вот это слабое электрическое поле никоим образом не позволит нам его собрать. Время для взаимодействия слишком маленькое. А вот эти наши медленные вторичные электроны будут очень легко ускоряться по направлению к этому детектору, будут иметь уже достаточную скорость при ударении с сцентилятор, и мы с вами увидим, сможем их зарегистрировать. Картинка во вторичных электронах нам чуть более знакома. Посмотрите, мы получаем то, что называется топографический контраст, то есть мы теперь хорошо видим поверхность нашего образца. Ну и предыдущие картинки, которые мы с вами смотрели, я думаю, теперь понятно, что обе картинки сняты как раз в вторичных электронах, так как здесь прежде всего видна очень хорошо поверхность. Давайте разбираться более подробно с каждым из видов этого контраста. И начнем с самого простого, с электронов обратно рассеянных. Предположим, у нас образец, в котором есть какие-то достаточно тяжелые атомы, и наш электрон вот таким образом в этот образец попадает. В принципе, он может, конечно, и вокруг одного ядра развернуться и каким-то образом отродиться. Но чаще всего это событие, затрагивающее несколько таких взаимодействий, в результате которых действительно наш электрон, практически не потеряв, на самом деле небольшой обмен энергии есть, практически не потеряв энергию, будет направлен, ну, может быть, и вот так вот даже и обратно. И если у нас теперь здесь есть детектор какой-то, то этот электрон может прозвонить с этим детектором, дать нам уже видимое излучение, которое мы можем зарегистрировать. И понятно, чем более тяжелые у нас будут ядра, тем больше шанс, что электрон у нас может теперь вообще от первого ядра даже вот таким образом изменить свою траекторию. Или, скажем, вот так может и так далее. То есть, то, что можно говорить об обратно рассеянных электронах, зависит именно от веса ядра, от его заряда в данном случае. Следующее, вторичные электроны. Контраст, который выглядит как топографический, где мы можем с вами увидеть именно особенности поверхности. Тут чуть-чуть сложнее для объяснения. Дело в том, что если у нас электрон попадает в какую-то, даже пускай будет плоскую поверхность, то мы можем нарисовать зону, которая будет описывать, скажем, 95% вероятность, что он с чем-то провозимодействует. И, в принципе, это будет зависеть от нашего материала, от ускоряющего напряжения. И понятно, что чем у нас материал более легкий, или чем больше ускоряющего напряжения, чем эта зона взаимодействия будет больше. Конечно, если говорить о прямом взаимодействии, о электронах обратно рассеянных, то они могут, в принципе, выйти везде из этой зоны. А вот если мы будем говорить теперь об электронах вторичных, то они обладают очень маленькой энергией. Даже если такой вторичный электрон где-то здесь глубоко зародится, шанс, что он сможет отсюда выбраться, у него очень маленький. Скорее всего, он будет поглощен этим веществом. Поэтому получается, я сейчас нарисую увеличенную часть вот этой вот шейки, получается, что наши вторичные электроны могут выйти только с очень небольшой зоны, близко к поверхности. А теперь давайте представим себе ситуацию, что у нас поверхность, на которую попадает наш пучок электронов, наклонена. И эта шейка получается как бы здесь срезана. И посмотрите, какая зона у нас теперь есть, откуда могут генерироваться эти вторичные электроны. Получается, что там, где наш объект плоский, здесь будет генерироваться небольшое количество вторичных электронов. Там, где объект вот так наклонен, за счет того, что мы как бы срезаем с вами вот эту вот область, количество вторичных электронов у нас резко возрастает. И за счет этого мы с вами сможем увидеть перепады в наклоне на нашем образце в его микрорельефе. Теперь, как вы помните, наши электроны регистрируются детектором Эверн-Харнлиа-Торной. И для этого детектора важно, чтобы электрон, ускоряясь по направлению к нему, ни с чем не встретился. Давайте я сотру сейчас с этого слайда все. И представьте, что у вас таких детектора два, один с этой стороны расположен, другой детектор у вас расположен с другой стороны. Понятно, что электрон вторичный, который генерируется, скажем, вот в этом направлении. Вряд ли сможет достать до этого детектора. Да, он может как-то искривить свою траекторию, но, скорее всего, все-таки попадет вот на этот детектор. С другой стороны, электроны, которые в эту сторону направлены, уж точно падут в этот детектор. И получается, что если у нас детектор, скажем, теперь только один, например, вот этот, мы увидим более яркий вот этот склон нашего образца. И более темным вот этот склон нашего образца. То есть, картинка, которую мы видим, такое впечатление, что наш образец с этой стороны освещает некий источник света, солнышко. На самом деле, на этой стороне у нас как раз установлен вот наш детектор. Электроны, которые генерировались на этих частях образца, имеют больше шансов до этого детектора все-таки добраться. Естественно, если мы детектор будем все больше и больше и больше поднимать, у нас картинка будет казаться, что мы на нее смотрим так, что она освещена, как будто бы сверху. И есть действительно специальные детекторы. На практике мы будем смотреть на нашем микроскопе. У нас такие детекторы есть прямо в колонне, которые позволяют нам получить изображение нашего образца, как будто бы на него свет падает сверху. Разобрались в том, какая разница между обратно рассеянными электронами и какая разница между вторичными электронами. Разобрались с двумя вариантами контраста, композиционный и топографический, соответственно. И давайте еще более подробно остановимся на вот этой вот зоне взаимодействия нашего пучка электронов с образцом. Картинка заимствована вот отсюда, поэтому, если захотите, можно посмотреть презентацию в более полном варианте. Ну а то, что будет нас интересовать, это зоны, из которых могут генерироваться разные варианты электронов. Хожие электроны, только вот в самой-самой-самой верхней части этого взаимодействия. Вторичные электроны, как видите, больше есть зоны, откуда они могут генерироваться. Но на самом деле тут еще немножечко сложнее. Дело в том, что обратно рассеянные электроны, быстрые, которые могут генерироваться, скажем, в этой области, могут вот здесь тоже выбить вторичные электроны. Это будет уже то, что будет называться СЕ2. То есть вот эти электроны называются СЕ1. Те, которые были сгенерированы посредством получения, прежде всего, обратно рассеянных, которые уже дали, это СЕ2. И зона, где могут генерироваться наши электроны, вот такие СЕ2, она, конечно, уже больше. Дальше у нас есть зона, где могут генерироваться только электроны обратно рассеянные. И зона, где будет генерироваться, при таком взаимодействии мы можем зарегистрировать, когда доходит, характеристическое рентгеновское излучение, которым понадобится в дальнейшем уже для микроанализа. Понятно, что к этой картинке можно добавить и то, что мы видели с вами в проходящей электронной микроскопии, но сейчас эта нижняя часть нас не очень интересует. Отсюда сразу же несколько интересных выводов. Если мы будем говорить о электронах вторичных, то увеличение напряжения нашего пучка, то есть энергии, с которой электроны у нас сюда будут попадать, приведет к следующему. Давайте нарисуем две ситуации. Первая ситуация. Образец один и тот же, и у нас с вами пучок, будем считать 1 кВт. Зона взаимодействия у нас очень небольшая. Второй вариант. 5 кВт. Зона взаимодействия увеличивается. Третий вариант. 15 кВт. Как видите, даже если у нас зонд был сам по себе маленький, предположим, что при всех напряжениях у нас размер зонда был в диаметре, скажем, 2 нанометра. В этом случае у нас будет очень небольшая зона, откуда будут генерироваться наши вторичные электроны. Разрешение будет хорошее. В этом случае зона у нас, как видите, стала больше. Ну и, соответственно, разрешение ухудшилось. А в этом случае... Понятно. В некоторых случаях, если объект достаточно тонкий, то вы можете увидеть при высоких ускоряющих напряжениях этот объект как полупрозрачный. И если под ним еще что-то лежит, некоторые электроны все-таки туда-сюда дойдут, можно увидеть, как будто бы через полупрозрачный объект еще что-то. Поэтому для вторичных электронов при увеличении ускоряющего напряжения на самом деле разрешение может падать. Ну и попробуем затронуть в очень таком кратком режиме то, что называется энерго-дисперсионным анализом. Либо, если мы будем с вами мерить не энергию, а длину волны, соответственно, волновой дисперсионным анализом. Как вы помните, в случае, если у нас происходит неупругое взаимодействие и у нас выбивается электрон с какой-то из нижних орбиталей, это вакантное состояние должно быть сразу же занято. Но если оно будет занято, соответственно, с верхней орбитали электрон должен перейти на нижний, ему нужно каким-то образом избавиться от лишней энергии. И она может быть испущена в качестве рентгеновского излучения. И вот эти расстояния, то есть уровни энергии, они будут различаться для каждого атома. Есть целая система названий для электронных оболочек КЛМН. И в зависимости от того, как будут переходить электроны с какой оболочки на какую, мы можем дать им название. Например, если они будут переходить вот с этого на это расстояние, то это будет КАЛЬФА1. Если отсюда КАЛЬФА2. Если они будут от МК возвращаться, это будет КБТА1,2,3 и так далее. Ну и понятно при этом становится, что в принципе каждый атом будет иметь, как свой такой отпечаток пальца, набор вот таких уровней. И если бы мы могли теперь с вами зарегистрировать либо длину волны, либо энергию, которая будет нести наше рентгеновское излучение, то можем получить вот такую вот спектрограмму, где у нас будут какие-то пики для каких-то частот энергии, которые могут соответствовать каким-то определенным имеющимся у нас элементам. Конечно, все несколько сложнее, но для нашего биологического понимания достаточно знать, что таким образом мы можем определить с определенными условиями, конечно, элементный состав. Тут нужно все-таки упомянуть о том, что есть еще так называемое тормозное рентгеновское излучение, за счет того, что электроны просто тормозятся в нашем образце. И оно достаточно мощное. И на его как раз вот этом вот торбе мы и будем видеть вот эти дополнительные пики в качестве характеристического излучения. То, что в биологии применяется чаще, это возможность построения карт образца. Ну, предположим, что здесь у нас показан аллерон, семечка пшеницы. И это его микрофотография, которую мы видели бы в качестве Z-контраста, то есть это BSE. Мы можем теперь для каждой точки получить энергоисперсионный анализ и точку в итоге окрасить в зависимости от присутствия или отсутствия каких-то пиков. Например, обычно мы все-таки для того, чтобы подконтрастировать мембрану, добавляем осмий. У нас есть в наших образцах изначально фосфор. И у нас есть в наших образцах азот. И посмотрите, мы здесь с мамой могли увидеть, где плотность каждого элемента в нашем образце выше. Что, скажем, фосфор у нас находится где-то вот здесь в основном. Ну, очевидно, ядро нуклеиновой кислоты, естественно, фосфора должно быть больше. Что азот у нас в основном, как вы видите, расположен в цитоплазме. Да, то есть, конечно, в кислотах азот тоже есть, но все-таки, согласитесь, в белках содержание азота несколько больше. Ну, осми мы покрасили мембраны. Здесь их так, если присмотреться, в общем-то, видно, но не очень хорошо. Теперь можем сложить эти изображения и получить вот такую карту, где каждому элементу у нас соответствует свой цвет. метод. Сейчас этот метод начинает более широко использоваться в биологии для замороженных образцов, для того, чтобы можно было посмотреть водорастворимые элементы, такие как соли, скажем, натрия, калия в электрически возбудимых тканях, например, или в каких-то животных растениях, которые накапливают весьма интересные по составу включения. Особенно это касается морских животных. Несколько слов о пробоподготовке. Понятно, что если мы с вами в вакуум поместим наш образец, и он у нас будет абсолютно высушенный, там не будет никакой воды, и мы будем теперь его при помощи нашего пучка электронов сканировать, что будет происходить? У нас либо будут добавляться в наш образец электроны, и тогда он будет заряжаться отрицательно, либо баланс может сдвинуться в другую сторону. На один пришедший электрон с большой энергией, скажем, там 10 кВт, будет вовпождаться с десяток вторичных электронов, и заряд с образца будет уходить, соответственно, мы с вами будем получать положительный заряд. Но смотрите, в чем дело. Этому заряду с нашего образца деваться некуда. И если кто-то зимой ходил в синтетической одежде, наверняка сможет мне сказать, что будет происходить в таких условиях, когда заряду деваться некуда, и статическое электричество накапливается. Достаточно во время сезона отопления погладить кошку, чтобы этот эффект испытать. Здесь же у нас с вами вакуум. Носителей заряда нет. И если мы с вами на нашем непроводящем образце где-то локально создали статический заряд, то он там и останется, и будет взаимодействовать с приходящим теперь пучком электронов. Приводя к разнообразным артефактам. Во-первых, он может отклонять наш пучок электронов. И тогда он будет сканировать уже не ту точку, которую мы хотели, а что-то рядом. И у вас на картинке будут появляться такие белые вытянутые полосы. Второе, что он может делать. Он может смещать соотношение поглощенных и излученных электронов. Например, у вас может резко возрасти генерация вторичных электронов, а наоборот, резко упасть. При этом у вас картинка станет более яркой, либо более темной. Более того, это все будет достаточно быстро и динамически меняться. То есть такого заряжающегося образца, хорошего изображения, получить не в обратно рассеянных, ни тем более во вторичных электронах, которые еще более чувствительны к зарядке образца, вы не сможете. Здесь есть несколько вариантов, как можно действовать. Самый простой вариант, который напрашивается, добавить сюда какие-то носители заряда. Например, вакуум немножечко испортить. Действительно есть микроскопы, которые позволяют сканировать в, скажем так, плохом вакууме, где все-таки есть некоторое количество этих зарядов. Более того, есть микроскопы даже с напуском, скажем, водяных паров. Но при этом уменьшается разрешение и уменьшается поле зрения. Потому что электрон по свободный пробег в таком плохом вакууме тоже становится меньше. Есть другой вариант. Можно подобрать ток пучка и ускоряющие напряжение, таким образом, чтобы достичь некого равновесия поглощенных электронов и испущенных электронов. И тогда общий заряд нулевой нашего образца будет примерно один и тот же. То есть не будет на нашем образце формироваться зона, скажем, с положительным и отрицательным зарядом. И не будет вот этих артефактов. Но самый простой способ для биологии это напыление на наши образцы какого-то токопроводящего материала. Например, металла. И вот изображение, взятое с Википедии. Как видите, здесь есть такой красивый паучок, который покрыт тонким-тонким слоем в несколько десятков на метров золота. Естественно, золото в данном случае хорошо проводит электричество. И мы с вами решили проблему накопления на нашем образце заряда. Во-вторых, оно гораздо лучше, чем наши легкие элементы генерируют как вторичные, так и обратно рассеянные электроны. Поэтому у нас яркость нашего образца, да и контраст его, в нашем микроскопе после напыления станет тоже выше. Нам образец будет легче смотреть. Что же мы при этом потеряли? Почему напыление не всегда используется? Напыление имеет какую-то определенную толщину. И если у нас, скажем, есть какие-то очень маленькие на нашем объекте выступы и изменения рельефа, если мы будем сюда наносить достаточно толстый слой пыления, то мы эти особенности рельефа будем сглаживать. Поэтому здесь всегда есть компромисс. Напылить много и тогда у вас будет хорошая электропроводность, у вас будет хорошая генерация и обратно рассеянных вторичных электронов. Более того, образец будет более стабильным, потому что вот это покрытие, оно еще будет рассеивать тепло, которое будет, несомненно, генерироваться при попадании электронов. Но при этом в качестве минуса вы будете получать уменьшение разрешения. То есть ваш микроскоп способен, скажем, разрешить 2 нанометра, как большинство современных сканирующих микроскопов с полевой пушкой. Но за счет пробы обработки, за счет того, что вы 20 нанометров напылили, детали, скажем, меньше, чем 30 нанометров вы уже увидеть не сможете. Ваше напыление вот эти вот маленькие перепады рельефа полностью сгладят и нельзя будет ничего увидеть. Тем не менее, не всегда мы работаем на максимальном увеличении, нам не всегда нужно максимальное разрешение, поэтому, в принципе, конечно, напыление очень удобно. Напылять можно по-разному. Есть три подхода, о которых мы сейчас с вами поговорим более подробно. Ну и понятно, если вдруг у вас образец твердый, сухой и проводящий, вам никакой прободготовки в общем-то не нужно. И сейчас мы говорим только об образцах наших биологических, которые уже высушены, условно говоря, твердые, но очень хорошо проводят электричество. И первый вариант внесения тонкой пленки металла или другого проводящего образца, проводящей пленки другой какой-то, это так называемая термоэвапорация или жаргонно, если так хотите, просто испарение металла в вакууме. Предположим, что у нас есть некая вакуумная крышка, здесь внутри вакуум находится под этим стеклянным колоколом, дальше у нас есть два электрода и между ними находится такая лодочка из какого-то тугоплавкого металла, молибдена, вольфрама, еще чего-нибудь, но вольфрам-колки, к сожалению, потому что там, конечно, молибден используется, в который мы положили то вещество, которое мы хотим испарять, например, золото или платину. Наш образец находится прямо над этой лодочкой и он у нас холоднее, либо он принудительно специально охлаждается, либо просто за счет того, что он находится достаточно далеко, так как у нас нет конвекции, здесь вакуум находится, то нагрев может быть только при помощи излучения. Теперь мы включаем с вами для этих электродов какой-то ток, который позволяет нам нагреть эту ванночку, и в вакууме нагретому металлу есть два варианта. Это, собственно говоря, если мы нагреем очень сильно расплавиться, стать жидким, либо на самом деле сублимироваться, сразу из твердого перейти в такое газообразное состояние. Но дальше, так как у нас есть холодный объект, расположенный рядом, эти атомы металла, летаясь из этой ванночки в все стороны, будет осаждаться, финансироваться на холодных поверхностях. Ну и понятно, что холодная поверхность у нас прежде всего препарат. Ну и также эта вот часть стеклянная. Таким образом мы сможем покрыть наш образец. Единственная проблема, которая здесь возникает, такое напыление является направленным. То есть, если у нас, скажем, образец имеет какую-то сложную структуру, предположим, вот что-то такое, то напылены будут только вот эти части обращенные в сторону источника. А вот эти части окажутся без напыления. Ну и, соответственно, в некоторых случаях за счет этого не получится нормального убирания заряда с нашего образца. Решить эту проблему можно несколькими способами. Во-первых, образец можно вращать. И тогда, если он будет вращаться, то, скорее всего, особенно, если мы под углом каким-то поставим, скорее всего, будут равномерно более-менее напылены и все вот эти вот его изгибы. Но, в принципе, вот такое вот дирекционное напыление можно обратить себе и в плюс. Если у нас есть какие-то очень маленькие изменения рельефа, предположим, у нас двунетевая ДНК лежит на части, скажем, слюды. на слюду ее можно при помощи специального протокола осадить. Она на слюде окажется. Понятно, что достаточно тонкая структура. Если мы будем просто смотреть его под электронным микроскопом, мы не увидим. А что, если мы теперь поместим эту слюду под очень большим углом, под таким, например, наш напылитель? Понятно, что напыляться на него может только вот под таким направлением металл. И он будет откладываться только с одной стороны наших этих ниток. И то, что мы с вами получим, это то, что называется оттенение, shadowing. Оттенение наших вот этих небольших изменений рельефа. И здесь прекрасно видна ДНК, на которой есть вот вилки репликации. И все то, что вы проходили на электронной биологии. Кстати, сразу понятно, что это эукариотическая ДНК, потому что таких вилок репликации есть сразу же несколько бактериальных, как помните, один рожен репликации. Второй вариант напыления. Это так называемое катодное распыление в аргоне. Этот вариант напыления отличается от предыдущего с точки зрения нас как пользователей, что объект напыляется одновременно со всех сторон. Да, преимущественно напыляется все-таки стороной, обращенной к источнику этого металла, но точно так же будут напыляться и все его изгибы. Счет чего это достигается. А что если мы сможем с вами вот в этот вот газ металлический, где у нас испарился металл, добавить какие-то тяжелые, но в химическом плане неактивные атомы. Например, аргон, на самом деле даже ионы. То что получится? При наличии здесь активных этих атомов аргона, каждый атом, испарившегося, предположим, золото, о них может соударяться и, соответственно, менять траекторию свою. И таким образом, даже если у нас есть какой-то объект, у которого есть такие сложные зоны, которые в прямую видимость не попадают, то, тем не менее, многократно переударившись об аргон, это золото может, как видите, отложиться в данном случае и в таких вогнутых частях нашего объекта. Ну, а нагревать, конечно, такую большую часть нашей пластинки будет сложна, поэтому можно сделать еще одну вещь. И дело в том, что мы можем при достаточном разрежении создать вот в этом аргоне плазму, оторвать от этого аргона электрон и разместить под нашей мишенькой для напыления магнит. Понятно, что заряженные атомы, имеющие заряд, в магнитном поле будут изменять свою траекторию. Если их будет достаточно много генерироваться и расстояния будет достаточное, они могут магнит разместить так, что они будут ускоряться в сторону нашей мишеньки, кусочка фольги, золотой, платиновой, ридевой и так далее. И за счет чисто кинетического взаимодействия, энергии удара об эту фольгу без особого нагрева выбивать из нее несколько атомов в вакуум. А дальше здесь же соударяясь об эти атомы аргона, золото, отдельные атомы будут иметь возможность осесть где угодно во всей нашей камере, ну и в том числе, как мы надеемся, на нашем образце, покрыв его уже теперь со всех сторон. И вот эта картинка из Википедии как раз получена при помощи напыления, именно катодного распыления материала, в данном случае золото в аргоне. Третий вариант, который нам все-таки нужно знать, это так называемое испарение с помощью электронного прожектора. Очень и очень оно похоже просто на обычное термоэвоперационное напыление и своей дирекциональностью и всем остальным. Единственное, что мы можем здесь предотвратить нагрев нашего образца, потому что нагревать теперь ту часть металла, которую мы хотим испарить, мы будем не напрямую передавая тепло, а за счет ускорения в нее электронов. Мы можем сделать с вами опять же электронную пушку, которая будет генерировать пучок электронов. Хороший пучок нам в общем-то не нужен, нам нужно чтобы был ток достаточный. Можем разместить магнит и понятно, что у нас теперь заряженные электроны будут двигаться по спирали. А на их пути мы теперь размещаем кусочек металла, который мы хотим использовать для испарения, чтобы получить напыление. И в принципе мы этот металл можем еще с вами охлаждать при помощи воды или при помощи элементов пельтья, как угодно. Таким образом зона, которая будет нагреваться, будет очень локальная. И в принципе он будет настолько же дирекционным, как и метод обычной термоэвапорации. Но для нашего образца это будет конечно более аккуратное действие, потому что не будет воздействия нагрева. За счет того, что такое распыление очень дирекционное, его очень любят применять именно для создания тени, то есть напыления под большим углом. То, что мы два слайда назад рассматривали и по-честному сказать, вот эта картинка взятая из статьи получена именно таким образом. Этот же метод будет использоваться еще для получения риплик и для получения контрастирующего напыления в методе замораживания скалывания, о котором мы поговорим через лекцию. Поэтому эту часть нужно будет запомнить. Хорошо, мы теперь знаем, как мы можем напылить проводящую пленку на наш объект. Но объект должен быть прежде всего сухим, высушенным. И что произойдет, если мы возьмем какой-то объект и высушим его просто с вами на воздухе? Вот как будет выглядеть объект после сушки на воздухе, а вот как объект на самом деле должен был выглядеть. Как видите, сравнение с виноградом и изюмом здесь более чем уместно. За счет высыхания вот эта тенгенциальная сила поверхностного натяжения наш объект заставила провалиться внутрь, и полевой клещик здесь стал совершенно на себя не похож, как будто бы раздавлен. То есть, наш враг в данном случае это поверхностное натяжение воды. И мы должны при сушке как-то от него избавиться. Ну и самый хороший способ, позволяющий нам это сделать и наиболее часто применяемый в биологии так называемая сушка в критической точке. Что она из себя представляет? Дело в том, что для всех жидкостей мы можем создать такие условия, меняя давление и температуру. Когда им энергетически выгодно будет находиться в любом состоянии. Что газ, что жидкость, так называемые плотные пары. И дойдя до этого состояния, у нас нет фазового перехода. У нас вся жидкость во всем образце одномоментно стала газом, но сохранила тот же самый объем. То есть у нас объем жидкости был, при этом давление этой температуры в том же самом объеме у нас теперь с вами оказался газ. Понятно, что теперь аккуратненько убирая этот газ, не давая ему конденсироваться на объекте, мы сможем его высушить и мы с вами полностью избежали поверхностного натяжения, потому что поверхностного натяжения у нас была жидкость. Как только мы обошли вокруг критической точки, вернулись в газ, у нас уже поверхностного натяжения никакого нет и нам этот газ можно спокойно выпустить. Это то, что делает вот эта машинка. На самом деле даже для воды есть такая критическая точка. Я точно сейчас не вспомню, но температура порядка 80 градусов и давление по-моему, если не ошибаюсь, под 500 атмосфер. Опять же, здесь могу немножко ошибаться. Понятно, что при таких условиях вряд ли наш биологический объект останется неповрежденным. Температура высокая, давление высокое, а для некоторых других жидкостей эта критическая точка находится в более-менее удобном положении. Например, для углекислого газа порядка 39 градусов для наших объектов совершенно нормально. Давление порядка 50-60 атмосфер. На самом деле тоже не очень много. Каждые 10 метров воды это одна атмосфера. Если кто-то нырял с баллоном на 40 метрах, вот вам 4 атмосферы на вас давят. То есть, в принципе, если так посмотреть на все это дело, то получится, что для наших условий это вполне приличные условия, которые позволят сохранить наш объект. Есть, правда, сложность. Углекислый газ с водой не смешивается. Все, конечно, видели газировку, они взаимно немножечко растворяются, но смешение углекислого газа воды не происходит. С другой стороны, углекислый газ хорошо смешивается со многими другими веществами, например, со спиртом или с ацетоном. Поэтому, прежде чем делать сушку фактической точки, наш объект нам нужно будет прежде всего провести через батарею спиртов или через батарею разных концентраций воды с ацетоном. Таким образом, мы заместим внутри нашего объекта воду на этот органический растворитель. У него также есть поверхностное натяжение, поэтому, к сожалению, просто высушить мы теперь его не можем. Но мы теперь можем использовать эту машинку, которая сделает как раз три вещи. Первое, она промоет углекислым газом жидким наш объект, отмывшись от спирта. Второе, она нагреет жидкий углекислый газ, в котором находится наш объект, до температуры, чтобы обойти критическую точку, вот эту, о которой мы говорили. И третье, она будет аккуратненько, не допуская остывания, чтобы не произошло конденсации нашего углекислого газа, убирать давление, то есть, словно говоря, выпустить этот углекислый газ теперь из вот этой камеры, где будет находиться наш объект. И таким образом мы получим такую картинку, где у нас будет наш объект очень хорошо высушен. Это подходит и для очень деликатных объектов, типа культуры клеток на, скажем, покровном стекле, где другие методы сушки абсолютно точно не подойдут и не дадут такой хорошей картинки. Второй вариант, каким образом мы можем высушить наш объект без повреждения, причем достаточно крупный теперь, это так называемая сушка замораживания. Ну, если кто-то оставлял какие-то продукты в морозилке холодильника надолго, наверняка удивлялись, что продукты снаружи, если они там год, скажем, полежали, подсыхали. Дело в том, что вода, хотя и очень медленно, при низких температурах сублимирует, то есть переходит в газовую фазу, испаряется, минуя жидкую фазу. Так как нету перехода из твердой фазы в жидкую, нету поверхностного натяжения. Таким же образом готовятся многие ингредиенты быстростворимых продуктов, супов всяких, лапши, ромена и так далее. Когда чаще всего растительные какие-то ткани высушены таким образом. И понятно, что если мы теперь сможем каким-то образом заморозить наш объект так, чтобы при его замораживании не произошло образование большого количества кристаллов льда, которые наш объект просто могут разорвать и повредить его внешний вид, то если у нас есть теперь такой кусок аморфного льда, в который заключен наш объект, поместив его под вакуум при температуре чуть-чуть выше, чем та, которую мы использовали для того, чтобы его так быстро заморозить, там, не знаю, например, минус 130 градусов, к примеру, когда еще не будет происходить перехода изоморфного состояния льда обратно в кристаллическое, у нас будет происходить, хотя и медленно, сублимация, и будет этот лед уходить. То есть, представьте, что мы вот эту тлю могли целиком поместить в блок льда, был такой блок, дальше мы ее поместили под вакуум при достаточно низкой температуре, и некоторое достаточно продолжительное время ждали, пока пройдет сублимация льда. Весь лед, где был, у нас испарился, в том числе и изнутри нашего объекта, а вот все ткани остальные у нас остались неповрежденными, и, как видите, можно получить вот такую вот красивую картинку. Более подробно о том, как можно заморозить без образования кристаллов льда, можно будет посмотреть на дополнительные лекции по криоэлектронной микроскопии, но, тем не менее, метод с сушкой замораживания в биологии тоже используется. Ну, и последний метод это возможность заменить воду на какую-то тоже жидкую среду через несколько переходных сред, через, скажем, спирт, которая позволит нам высушить объект, так как у этой жидкости будет уже очень-очень-очень низкий коэффициент поверхностного натяжения. Одна из таких жидкостей, которая используется в лабораториях, это гексаметил десилозан. Он используется, например, при проб подготовке к газовой хроматографии и масс-спектрометрии достаточно часто. Вот такой он имеет формулу. И если мы через переходную среду теперь сможем наш объект перевести в раствор этого вещества, можем теперь оставить этот раствор с нашим объектом, скажем, вытяжки. Понятно, что вещество вряд ли можно назвать полезным, так что его нужно, конечно, в вытяжке оставлять, дышать этим не стоит. Через некоторое время мы получим высушенный объект, но так как очень маленький коэффициент персолненного натяжения, объекты будут практически не повреждены. Ну и вот картинка в статье ссылка она высушена методом фактической точки высушена при помощи использования HMDS. Как видите, разницы особой нету, но скажу по своему опыту, сушка с гексометилдисиланом, хотя не требует никаких технических устройств сложных, подходит только для объектов, которые достаточно твердые, ну как бактерии, например, или как насекомые, или как некоторые ткани растений. К сожалению, для получения хорошего сушки, скажем, культуры клеток на покровном стекле этот метод не подойдет. Клетки, к сожалению, сильно деформируются при использовании такого подхода. То есть, если у вас объект более-менее устойчивый, можно себе сильно упростить жизнь, вместо всей техники, взяв просто бутылку вот такого вещества. Ну и понятно, что если говорить уж о пробоподготовке, то можно нарисовать много схем, как это возможно. Вот схемка, которая у меня была нарисована для сайта ресурсного центра в свое время. И, как видите, о пробоподготовке образца можно рассказывать не один десяток лекций. В нашем курсе то, что нужно знать, мы рассмотрели в этих двух лекциях. Дальше у вас будет еще одна лекция по пробоподготовке к просвечивающей электронной микроскопии. И будет две дополнительных бонусных лекции. Одна из них будет по крио-методам в электронной микроскопии, как сама по себе крио-электронной микроскопии, так и крио-подготовка. И вторая будет по подходам, которые позволяют получить трехмерное изображение с электронным микроскопическим разрешением с ваших объектов и разные способы, как этого можно добиться. Вопросы, которые могут встретиться по двум частям лекции, которые мы рассмотрели просвечивающей электронной микроскопии и сканирующей. Прежде всего это зависимость от длины волны каких-то других параметров и, скажем, разрешения вашего микроскопа. Второй набор вопросов это все возможные взаимодействия, которые мы с вами рассмотрели, электрона с образцом. Либо нужно описать все, либо нужно сказать, какой из них можно наблюдать, либо можно сказать, какой из них будет лучше наблюдать, скажем, при более высоком ускоряющем напряжении, какое хуже. Дальше будет группа вопросов по магнитным линзам. Какие у них есть особенности, то есть, какие у них есть аберрации, дисторсии, то, что эта линза может менять свою оптическую силу за счет изменения тока в катушке, которая находится, то, что эти все линзы могут быть только аналогом двояко-выпуклой линзы из оптики, то есть, у нас нету линзы с отрицательной оптической силой и тут есть некоторые ухищрения, как этого в принципе другими способами можно добиться без использования таких линз. Будут вопросы про то, что входит в состав вот такого блока нашей линзы, то есть, например, что такое дефлекторная пара, для чего нужна апертура, что такое стигматоры, каким образом устраняется стигматизм. Будут вопросы на то, чтобы описать электронно-оптическую систему просвечивающего и сканирующего микроскопа, это нужно делать очень примитивно, вот картинки, которые я давал в лекциях, этого будет достаточно. Нужно будет точно знать методы контраста, это топографический и композиционный контраст в сканирующей электронной микроскопии, и иметь возможность описать, какой из контрастов от чего зависит. Будут вопросы хитрые на зависимость разрешения при разных вариантах контрастирования от ускоряющего напряжения. И здесь вот в случае топографического контраста помните, что зависимость не такая прямая. Если мы будем ускоряющие напряжение увеличивать, у нас на самом деле взаимодействие, пятно взаимодействия будет становиться все больше и больше и больше, и на самом деле разрешение мы начнем с вами терять. Ну и последняя группа вопросов будет про подготовки к сканирующей электронной микроскопии, это сушка кутической точке. Опять же, очень так поверхность нужно будет объяснить, то есть, на самом деле, для чего нужна и как, например, проводится. И про напыление. Не обязательно вспоминать все три метода напыления, достаточно вспомнить, что есть методы, которые позволяют ваш образец со всех сторон покрыть такой тонкой токопроводящей пленкой, есть методы дирекционные. Ну и то, что оно нужно для того, чтобы образец сделать проводящим, для того, чтобы получить большее количество вторичных и обратно рассеянных электронов, ну и для того, чтобы еще защитить ваш образец от температурных воздействий и воздействия пучка. Ну а самое главное, очевидно, раз у нас проводящая пленка, то чтобы убрать формирующиеся при сканировании заряд. Это, собственно говоря, первое, ради чего такие методы применяются. На этом наша лекция по сканирующей микроскопии завершена. Спасибо за внимание. До свидания. Удачи.